Шалом-шалом! Это я, Леви Харпатин, молодой спикер платформы Вайкрафт, с нашей с вами рубрикой «Мудрость Торы на каждый день». Пыл и энтузиазм. Как повелел Всевышний Маше и Аарону, чтобы они отправлялись прямо во дворец фараона и начали ему объяснять о том, что он делает абсолютно неправильные вещи, о том, что будут 10 казней и о том, что Всевышний тебя предупреждает и дает тебе шанс. На что фараон им сказал «Маше, Аарон, покажите мне, что вы истинно являетесь посланниками Бога, то, что у вас с ним был контакт, разговор и то, что вы что-то можете проявить божественного». На что Маше и Аарон кинули свой посох, у них был посох на землю, и посох превратился в змею. Были рядом египетские волхвы, которые повторили это действие. Точно таким образом фараон сказал «Нет, видите, мы тоже так можем, меня это не впечатлило». На что Всевышний навел другую казнь. Речка Нила, абсолютно все воды Нила превратились в кровь, после чего египетские волхвы снова начали промышлять свои чародейские вещи. И действие случилось повторно. Всевышний сделал это для того, чтобы преподать им урок. Это все можно было закончить в течение одной секунды, потому что Ашем для нас номер один. Это человек, это не человек, это сила, которая может все, абсолютно все, без ограничений. Всевышний дал им шанс, дал именно шанс фараону, как владыке Египта. Он мог у нас просто отпустить. Он этого не сделал и проявил ужасное качество. Плюс Всевышний наказал за безразличие. Если бы фараон и египтяне не были бы безразличными, тогда бы не было этих десяти казней. Так давайте и мы не будем безразличными. Если мы видим, что кому-то нужна помощь или у кого-то какая-то проблема, и это в наших силах ее решить, либо поддержать, давайте что-то будем делать. Обязательно. И это все должно быть во благо. Благодарю за прослушивание. Брахава слаха.